Все описанное Светлана Левашовой в своей книге является ли истиной? То, что описано с Ниелли Светлана Левашовой, есть ее опыт. Является ли это истиной? Истина – это очень сложное понятие, и она может касаться каких-то вещей. Само по себе истина – это самая тонкая и самая, скажем так, самая правильная интерпретация действительности. Если человек достиг качества истины, то он истинно делает любые вещи. Я читал книгу Светлана Левашовой, и, наверное, касаемо многих вещей, это, наверное, самый интересный документ, касаемо многих очень вещей. Конечно, то, что писала Светлана Левашовой – это ее опыт. Ее опыт обижается на ее возможности, способности ее души, ну, плюс еще ситуацию на земле. То есть, определенной информацией, которую дала именно книга Светлана Левашовой, ее, наверное, больше, чем в любом источнике, который мне удалось найти. Истебетская книга мертвых, игипетская книга мертвых, там, славянство, а есть книга мертвых, но определенной информации было очень много. Чем хороша книга Левашовой? То есть, это не теория какая-то, кем-то написанная, кем-то интерпретирована в той или иной степени, а это личный опыт. Личный опыт пребывания в тех мирах и описания происходящего не только на основании домыслов, каких-то источников переписанных книг, переинтерпретированных кем-то еще, а личный опыт. Личный опыт, и плюс он касается относительно приличной сферы. То есть, человек побывал в разных зонах, что касается после смерти, в Астралии, в Менталии, в Нижнем Астралии, и про это рассказал, поскольку очень много сейчас литературы, например, религиозной, в которой больше вранья. Много литературы, которая много мистифицирует, много литературы, которая много пафоса, а это практический опыт. Но для того, чтобы вы развивались, у вас должен быть баланс между знанием, между опытом и правильно поставленной целью. То есть, если у вас не хватает практического опыта, то вы можете превращаться в теоретика. То есть, человек, который вроде как бы много чего знает, но реально сделать ничего не может. Был такой интересный случай. У меня знакомый работал на бирже. Ну, профессионально работал на бирже, что-то там продавал и покупал, точно сказать не могу, не суть важна. И ему как-то на биржу пришли девушки-студентки с института. Как-то одна из девочек спросила, как же такая ситуация, вот профессора в институте такие умные, много всего знают, они бедные. А вы вроде, ну, у вас такое, даже высшее образование нет, а у вас так много денег. И он как-то так вот завис на этой мысли, то есть, он сам на это не ответил. И он как бы вот сам поделился, спрашивает, я говорю, все очень просто. Они теоретики, а вы практики. То есть, они используют схемы, которые никогда в жизни не использовали. То есть, они используют теорию, которую где-то прочитали. А вы используете механизм, который работает. Возможно, что-то в их знании может пригодиться. Какая-то часть реально полезная. Как правило, после института человек использует, ну, процентов 10-15, ну, 20 информации, которая там дается. Остальная, либо она немножко приврана, либо она пытается так, что ей не используется. Это зачастую работает в частности в экономических институтах. То есть, в технических немножко получше ситуация, в философских еще хуже. Поэтому теория очень важна, и практика очень важна. И этот человек, он опирался, Светлана, в частности, именно на свой опыт. Если вы будете заниматься йогой, и вы занимались 10 лет йогой, и потом вам задают вопрос, а как вот делать это, вот это, вот это, вот это? Как правильно делать асану? Вы можете сколько угодно знать теорию. Если вы сами не занимались, то вряд ли в вашем совете кто-то воспользуется. Поэтому я оценю книги Светланы Левашовой именно как источник практика. Вот, все ли там верно, но я думаю, что она интерпретировала свой опыт. То есть, то, что она видела. А то, что она видела, уже присутствует. То есть, это не галлюцинации, это не глюки, это не ведение после перепоя. То есть, это личный опыт человека. Более того, она еще общалась с кем-то, кто существовал в том мире. То есть, есть информация, как говорится, полученная непосредственно от того источника. То есть, опыт, не только опыт ее самой, но опыт тех людей, которые там существовали. Поэтому я считаю, это достаточно ценный источник. Хотя, возможно, придет время, будет таких людей больше, и такой информации будет больше, и раскроются какие-то вещи, например, из ведических источников. И появится много людей, которые смогут сами путешествовать и приносить информацию оттуда. И связываться. Ну, пока, к сожалению, во многом информация, которая написана у нее, она во многом уникальна. Я думаю, что, если уж так уж говорить, то применила для использования, ну, практически вся информация. Для переосмысливания. В чем могла ошибаться Светлана Левашова? Это только в чем-то выражала свои эмоции, и что-то, может быть, она выразила как негативную эмоцию, что, да, что не является негативным, или что выразила как позитивную эмоцию, это не до конца позитивная. Но в целом, сам рассказ и интерпретация очень-очень неплохая. Светлана Левашова